Карты можно, да? Поездка в троллейбусе начинается с покупки билета. Именно он дает право пассажира маршрута номер 2, затем бесплатно пересесть на любой трамвай в течение двух часов. Однако уже на этом этапе мэр города обнаружил недоработку. Терминалы оплаты, установленные в салоне, билетов не выдают. Я же с этим билетом пересадку делаю на трамвай. При подобной системе, бесконтактной оплаты проезда, водителя попросите билет и все. А вот сама пересадка в трамвай никаких сложностей не вызвала. Как и было обещано МУПГЭТ, все, что потребовалось от пассажира, показать чек за оплату проезда в троллейбусе второго маршрута. После небольшой сверки кондуктор выдает человеку трамвайный билет. Здравствуйте, я по маршруту с троллейбуса пересел. Как отмечает муниципальный перевозчик, ежедневные акции, согласно которой пассажиры могут бесплатно пересесть трамвай на троллейбус и наоборот, пользуются все больше хабаровчан. В итоге всего за 33 рубля любой желающий может доехать с пересадкой на вокзале, например, от Хабаровского аэропорта до химформзавода или базы КАВ. Однако еще не все пассажиры знают о такой возможности. Будем в транспортных средствах размещать. У нас на медиапанелях есть там объявления. Ну, сейчас еще голосовые дадим, звуковые дорожки эти пустим, автоинформаторы запустим, ну и плюс, дальше думаем, может быть, размещать где-то еще объявления. Также для удобства горожан в Хабаровске продолжится обновление парка электротранспорта. До конца года на маршруты в Крайвом центре должны выйти 16 новых троллейбусов. Закупит город и новые трамваи. Следующий год уже при защите мастер-плана Михаила Владимировича Дегтярева на Восточном экономическом форуме уже выделены деньги на приобретение трамваев. Поэтому мы будем приобретать уже и новые трамваи. Как отметил Сергей Кравчук, на эти цели из федерального бюджета уже выделено 800 миллионов рублей. Александр Лихачев, Вячеслав Бончужный, Большой город.